Начальная школа – это особый мир, считает учитель младших классов Асэм Жунусова. Получив педагогическое образование, никогда не сомневалась в том, что работать будет именно с малышами. Ведь благодаря их непосредственности и любознательности сама в душе немного ребенок. Я вспоминаю свое детство, почему-то я уиграла именно в школу. Я помню эти бумажные журналы, где я рисовала оценки. Поэтому только маленькие детки. В город Видны Асэм переехала вместе с мужем и двумя детьми из Сибири в 2018 году. Сначала снимали жилье, потом из-за финансовых трудностей возникли сложности с оплатой аренды. Благодаря директору второй школы и сотрудникам управления образования удалось получить служебную квартиру в поселке Ленинский. Здесь трехкомнатная квартира, она в статусе общежития. Мы со своей семьей проживаем в одной комнате. О социальной ипотеке узнала от коллег, подала документы в феврале. После собеседования пришло неожиданное подтверждение. Честно говоря, мы ни на что не рассчитывали, даже не верили, просто решили попробовать. Но как показывает результат, надо верить в чудо и пробовать, оказывается, надо. Сумма сертификата рассчитывается из количества членов семьи, а проценты выплачивает участник программы. Еще одно условие в учреждении – нужно отработать 10 лет, то есть весь период ипотеки. АСЭМ признается, что уже рассматривает несколько вариантов. В основном это квартиры рядом с работой. Во второй школе учатся и дети педагога. Окончательное решение будет зависеть от суммы, которую одобрит банк. Желательно было бы трехкомнатное, так как хочется и пополнения в семье, и девочку хочется. Конечно, опять же, в приоритете, чтобы такое было жилье, чтобы заехал и живи. Без ремонта, без минимальных вложений, усилий, так как уже приближается учебный год новый. Рассуждая о том, каким видит будущее жилье, героиня нашего сюжета говорит, что в первую очередь в квартире должно быть комфортно ее сыновьям. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.